Здравствуйте! В эфире национального телевидения «Чуваши» информационная программа «Республика» в студии Ольга Алексеева. Смотрите сегодня. Покупатель всегда прав. Как защитить потребителей обсуждали сегодня на заседании Координационного совета. Стоянка запрещена. В столице Чувашии эвакуируют машины, мешающие уборке снега. С ветерком. В Чебоксарах появилась тюбинговая горка с подъемником. Интернет-торговля, бытовое обслуживание и жилищно-коммунальное хозяйство. Именно в этих сферах чаще всего нарушаются права потребителей. Об этом сегодня говорили на заседании Координационного совета при главе республики. На машину упал лед с крыши, сапоги развалились при первой же прогулке, а ремонт в квартире только расстроил. Разные жизненные ситуации, а причина одна – некачественное исполнение услуг, в результате чего пострадали люди. Но если раньше редко кто пытался защитить свои права, то теперь народ пошел грамотный и жалобы писать научились. В 2019 году органами местного самоуправления рассмотрено более 1100 жалоб, что составляет 125% к уровню 2018 года. Увеличение у нас произошло за счет в основном увеличения количества обращений в сфере жилищно-коммунальных услуг в 1,6 раза. В сфере оказания бытовых и иных услуг количество обращений не изменилось практически. В сфере розничной торговли сократилось на 34%. Наибольшее количество обращений поступило среди городских округов в городе Чебоксары и городе Канаж. Среди муниципальных районов в Ядринском, Маргаушском, Канажском районах. В досудебном порядке удовлетворено более 900 требований потребителей, что составляет 87% от общего количества поступивших жалоб. Особое внимание специалисты уделяют качеству продуктов, продающихся в магазинах и на рынках. Здесь весьма сложно отследить ситуацию. Пищевые продукты нередко продают без документов и с истекшим сроком годности. И подтвердить или опровергнуть в соответствии нормам можно только на основе результатов лабораторных исследований. Исследовано более 2000 проб пищевых продуктов. Доля неудовлетворительных проб по сравнению с 2018 годом снизилась с 0,7% до 0,2%. Основным химическим загрязнителем являются нитраты в плодовочной продукции. Что касается интернет-торговли, то ее процент на рынке только возрастает. Но вместе с преимуществами у онлайн-шоппинга проявились и очевидные недостатки. Шанс встретить преступников в разы выше, чем в реальной жизни. В ходе рассмотрения обращений нами выявлены недостоверные информации у продавцов. Все официалисты управления выступают в судах с заключением и в пользу потребителей, страдавших при покупке товаров через интернет-сайты. Всего присуждено 106 900 рублей потребителям в ходе таких судебных разбирательств. В том числе 12 тысяч моральный вред. И здесь считает в Рио главы республики Олег Николаев уместно вспомнить про уроки финансовой грамотности населения, особенно детей. Здесь нам, конечно же, надо быть более внимательными, потому что этот сегмент торговли очень динамично развивается. Развивается как по форме, так и по объемам. Министерство образования я бы хотел все-таки более, может быть, критически посмотреть на процесс организации просвещения в части финансовой грамотности. Насколько мне известно, у нас в республике есть достаточно неплохая методическая даже база для того, чтобы эти вещи реализовывать уже в школьных, на школах, на площадках общеобразовательных учреждений, на площадках среднего профессионального образования, ну, соответственно, по возможности это все расширит. На заседании говорили и о качестве оказания услуг по перевозке граждан. По мнению Олега Николаева, транспортная реформа в Чебоксарах требует доработки. В Рио главы Чувашии предложил ввести единый проездной билет. Это поможет горожанам экономить семейный бюджет. Рифат Фадкулин, Бахтияр Велиев, Республика. Год памяти и славы. И тем ценнее воспоминания, когда о военных годах рассказывают очевидцы и участники. Накануне школьники Янтиковского района встретились с ветеранами Великой Отечественной войны. Встреча прошла в районном доме культуры. В зале школьники, педагоги, официальные лица. Более пяти тысяч жителей Янтиковского района ушли на фронт. Но из них больше половины, больше трех тысяч не вернулись с поля боя. На сегодняшний день у нас в районе проживают семь участников Великой Отечественной войны. Почетными гостями встречи стали труженица тыла Екатерина Петровна Никитина и участница Великой Отечественной войны Феодора Ивановна Стеклова. Феодора Ивановна родилась в деревне Беляева Янтиковского района. 8 мая 42-го в один день с отцом ушла на фронт. Ее направили в Чебоксары на курсы связистов. Затем полк связи перевели в Ленинград. Целый год она пробыла в осажденном городе. Но несмотря на голод, холод, другие лишения, Феодора Ивановна выжила и дошла до Берлина. Ага, быстрее дела написали. Да, в самом резиденте она была и написали. А там все исписано уже было. Я тут маленькая, меня подняли, я нашла место и написала. Мы из Ленинграда. Вот такие. Всем вам добра, не жду войны не было. Мирного неба всем. Даже в эту малоснежную зиму в столице Чувашии возникают проблемы с уборкой снега. Виной тому оставленные на обочинах городских магистралей машины. На уборке снега работает спецтехника. Ее технические возможности позволяют чистить даже на узких дорогах. Но если машины стоят плотными рядами, да еще в неположенных местах не справятся даже ей. Мешает, конечно, задеть туда штраф. Ситуацию не спасают даже знаки стоянка запрещена. Инспекторы дорожного движения периодически эвакуируют машины, оставленные в неположенном месте. Вот лишь один пример. Рядом с госпиталем для ветеранов столицы республики вереница машин. Большинство владельцев приехали на прием к врачам сами или привезли своих близких. По направлению врача, приехал к урологу, поставил машину, вышел, машины нет. Забрали на авиакуаторе, на Хевышевскую улицу. Город, не знаю, еле-еле на такси доехал, забрал, оттуда штраф заплатил. Приехали лечиться, а выходишь тут еще одно мученик. Аргументы понятны. Но закон есть закон. Он един для всех. Знак видел, но туда поехал, там специально есть стоянка, там местов нет. Негде ставить машину. Ладно, я могу, у меня ноги есть. А вот у кого инвалиды, вот приезжаем мы сюда, на машине у кого-то, есть в колясках, где можно поставить машину. Впрочем, как выяснилось, пациенты госпиталя могут воспользоваться специальной парковкой. Об этом нам рассказал главный врач. Вход туда через шлагбаум. На территории госпиталя оборудовано 30 парковочных мест для пациентов госпиталя. Парковочное место расположено во внутреннем дворе поликлиники. На въездах на территорию госпиталя расположены информационные таблички с номером телефона вахты. При возникновении необходимости пациенты набирают номер, открываются автоматические вороты. Почему потенциальные пациенты госпиталя не видят нужной информации, это уже другой вопрос. Но все остальные владельцы прекрасно понимают, что оставляя автомобиль на обочине, они мешают уборке улиц. Эти транспортные средства нам мешают уборке дороги, проезжей части от снега. Так как они игнорируют эти запрещающие знаки, то получается, что снегоуборочная техника не может на эти участки заехать. Вот сегодня еще погода минус 5, но завтра идет похолодание. Если мы вот эти участки дорог своевременно не уберем, то она уже на следующий день может замерзнуть. Эвакуатор доставляет задержанные машины на штрафстоянку на Игерский бульвар. Только с этого участка дороги сегодня увезли 6 машин. Для того, чтобы забрать транспортное средство, владельцу необходимо получить отметку у сотрудников ГИБДД, предоставить соответствующие документы на специализированной стоянке и оплатить расходы за перемещение и хранение транспортного средства. Синоптики все же обещают нам метели в феврале, так что работы по уборке снега прибавятся. Специалисты дорожных служб и инспекторы ГИБДД советуют не нарушать правила парковки для автомобилей, чтобы не тратить потом время на их поиски. Наталья Мальчикова, Валерий Резюков, Республика. Погода вносит свои коррективы и в проведении зимних массовых спортивных мероприятий. Всероссийская массовая лыжная гонка должна была пройти в эту субботу, 8 февраля. Из-за бесснежной зимы и теплой погоды состязания перенесли на 22 февраля. Изменится и место проведения лыжни России в Чебоксарах. Старты пройдут на территории Республиканского центра зимних видов спорта. В этом году мероприятие приурочено к 75-летию Великой Победы. Производство за колючей проволокой. Условия работы и содержания в женской исправительной колонии номер 5 проверили уполномоченные по правам человека в Чуваше и Татарстане. Все это своими руками шьют осужденные исправительной колонии номер 5. Ежедневно в две смены женщины изготавливают спецодежду для силовых структур республики. Но это в рабочее время. Свободная же каждая из осужденных может попробовать себя в художественной деятельности или, например, в ландшафтном дизайне. У нас 100% осужденных записались на кружковую работу. Полностью все учреждения занимаются и гимнастикой, и шейтингом, и другими видами деятельности. Всего в колонии более 600 осужденных, треть из республики Татарстан. Они отбывают наказание в колонии Чувашии, потому что на территориях республики нет женских исправительных учреждений. Во время визита уполномоченные по правам человека в Чувашии вместе с коллегой из соседней республики не только осмотрели условия содержания, но и провели прием. Все желающие могли задать свои вопросы, высказать просьбы и жалобы. Мы должны всегда с вами помнить, что осужденные, они лишены свободы, но не лишены своих прав. И вот те права, которые у них есть, то есть мы их защищаем, помогаем им, чтобы они чувствовали себя неброшенными, потому что все они должны вернуться на свободу и жить в обществе. То есть вот вопросы рециализации, вопросы сохранения семейных устоев, они очень важные. И вот наши визиты, они в первую очередь направлены именно на это. Чаще всего вопросы касаются условно-досрочного освобождения от срочки исполнения приговора, алиментных обязательств и здоровья. На встрече присутствуют администрации колонии и медики. Это помогает во многих случаях решить вопрос на месте. В рамках национального проекта в республике один раз в месяц по субботам будет проводиться единый день диспансеризации, ближайший 8 февраля. В день диспансеризации все желающие могут обратиться к своему участковому терапевту и пройти обследование в соответствии с возрастом, полом и состоянием здоровья. Для тех, кто не успел пройти медосмотр в свой год, предусмотрен профилактический осмотр, отмечают в Минздраве республики. Кроме этого, диспансеризацию теперь можно будет пройти и вечером в будни. Тех, кому по результатам осмотров необходимы будут дополнительные обследования, врач-терапевт направит на второй этап диспансеризации. Катание с горки – любимая зимняя забава детей и взрослых. А для тех, кто предпочитает санком тюбинги, городской этнопарк Амазония подготовил настоящий сюрприз. Теперь на ватрушках можно прокатиться не только безопасно, но и с комфортом. Этой зимой в парке открылась первая в республике тюбинговая горка с подъемником. Катание на ватрушках – самое популярное зимнее развлечение. Но безопасным оно может быть только на специально оборудованной трассе. Бугельный подъемник уже широко имеет распространение в Европе, в России. И он был, на мой взгляд, даже необходим в Чувашии, где случай травматизма катания на диких горках обусловлено серьезными проблемами для семей, детей. Я с уверенностью могу сказать, что это самая безопасная трасса для катания на ватрушках в Чувашии. Безопасность на первом месте. На протяжении всей горки установлены защитные сетки. Спуск и подъем проходят под наблюдением опытных инструкторов. Присаживайся, крепко держись за поручни, ногами не болтай, то есть повыше подними и сам не заваливайся никуда, ладно? Все, поехали. Поговорка «любишь кататься, люби и саночки возить» совсем не для парка Амазония. За вас саночки, а точнее тюбинги, да и вас самих в горку доставит механический подъемник. Круто, здорово! И ватрушку в горку не надо тащить! Есть! Здорово! Богдана Дойникова, Валерий Резюков, Республика. Восьмой открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» пройдет с 24 по 29 февраля в Чувашской Республике. Заявки на участие подали представители не только из Чувашии, но и Нижегородской, Самарской, Тульской областей, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга. Соревнования пройдут по 63 компетенциям на 18 площадках. Их развернут на базе профессиональных образовательных организаций Республики. Оценивать работу конкурсантов будут более 470 экспертов. Компании «Газпром Межрегион Газ Чебоксары» и «Газпром Газораспределения Чебоксары» наградили победителей и призеров конкурса «Факел сотрудничества» и викторины среди абонентов. 12 предприятий и 7 самых ответственных и эрудированных потребителей газа получили памятные подарки. Главная задача конкурсов – укрепить партнерские отношения между поставщиком газа, газораспределительной организацией и потребителями. Сегодня договорные отношения у газовых компаний распространяются на более 4,5 тысяч потребителей, юридических лиц и более 500 тысяч абонентов, физических лиц. От грамотного взаимодействия и обоюдного исполнения обязательств всеми участниками этих отношений зависит качество жизни почти каждого жителя республики, считает руководитель. Это конкурс работники предложили, я их поддержал ежегодно под вводим итоги. Добросовестные потребители, вот я сказал, многие лица знакомы. Поэтому мы в последнее время немножко, будем говорить, нарастили информационную работу среди населения. Мы надеемся, что мы добьемся вместе с гражданами, жителями и собственниками газовой оборудования положительных решений. Объем реализации природного газа по результатам 2019 года составил более 2 миллиардов кубических метров, из которых 500 миллионов – населению республики. Мы знаем, как начинаются отопительные сезоны и вот те проблемные вопросы, которые сегодня возникают, а именно по неоплате, и как от этого страдают многие муниципалитеты, и как приходится вам в этой ситуации искать выходы и помогать, то есть так, чтобы у нас и в школах было тепло, и в муниципалитетах было тепло. Поэтому то, что вы сегодня пригласили людей, которые, по-моему, так планка для всех поднята, то есть это люди те, которые понимают важность этих вопросов, я считаю, что это благое дело. Лучшим потребителем газа среди крупных промышленных предприятий по итогам 2019 года признана ПАО «Химпром». На сегодняшний день самое главное – это соблюсти договорные отношения и по объемам потребления, и по объемам авансов платежей, и по обеспечению безопасности эксплуатации газовых хозяйств нашего большого предприятия. Победителями конкурса «Факел сотрудничества» также стали комбинат строительных материалов, федеральное казенное учреждение «Исправительная колония-5», энергетическая компания «Котельная». Победителями викторины признаны Иван Морозов, житель Козловского района, деревни Пиндикова, Татьяна Васильева и Дмитрий Алексеев из города Чебоксары. Таковы главные новости к этому часу. До свидания.